7 полезных свойств бархатцев, чернопривцев и способы применения. Чернопривцы – это крупа лекарственных растений из семейства Островые. Цветки и листву стали активно применять в начале XVI века, когда были зафиксированы антисептические свойства растения. На сегодняшний день польза бархатцев подтверждена наукой, а средства на их основе используются в народной и доказательной медицине при заболеваниях кожи и многих хронических патологиях. Дорогие друзья, если вам интересны наши сведения и вы хотите продолжения, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Лечебные свойства бархатцев хорошо изучены. Рассмотрим основные преимущества внешнего и внутреннего применения растения. Первое. Борется с хроническим воспалением и окислительным стрессом. Активные компоненты бархатцев могут снизить концентрацию с реактивного белка и провоспалительных цитокинов крови. Данные вещества играют значимую роль в развитии хронических патологий со стороны любой системы органов. Также растения нейтрализуют свободные радикалы, способные вызвать повреждения и даже злокачественное перерождение клеток организма человека. Данные свойства были подтверждены ученым из Индии. Бархатцы можно использовать в целях профилактики развития наиболее грозных и опасных заболеваний, злокачественных опухолей, гипертонической болезни и шимической болезни сердца, болезни крона, неспецифического язвенного колита, сахарного диабета второго типа и другие. Второе. Защищает органы зрения экстракт бархатцев. По информации ученых, оказывает противовирусное, антибактериальное, противогрибковое и иммуностимулирующее действие, а также уменьшает отечность тканей, устраняет боль. Данные эффекты полезны при любых воспалительных поражениях глаз. Также растения снижают воздействие вредного солнечного излучения. Косметическая промышленность выпускает на основе бархатцев средства по уходу за глазами и молочко для умывания. Народная медицина рекомендует использовать отвар бархатцев в качестве капель от конъюнктивита. Третье. Имеют антисептические свойства растения, обладает выраженным антибактериальным действием. С древних времен оно используется для устранения воспаления, а также боли и отечности при инфекционных заболеваниях органов слуха и кожи, половых и мочевыделительных органов. Научным сообществом проверены мази, гели и крема на основе бархатцев. В народной медицине более распространены отвары и настои. Их рекомендуется использовать местно, наносить на поврежденные, бактериальные, инфекционными агентами участки кожи и слизистых оболочек. Четвертое. Заживляет раны и ожоги. Индийскими специалистами доказана способность бархатцев стимулировать рост новых тканей за счет увеличения притока крови по мелким артериям, стимуляции работы местных факторов иммунитета и активации синтеза коллагеновых волокон. Лечебное растение проявляет высокую эффективность в целях заживления ожогов, небольших ссадин и порезов, трофических язв. Оно ускоряет рубцевание тканей после тяжелых оперативных вмешательств. Четвертое. Облегчает симптомы геморроя. Как уже было сказано, бархатцы ускоряют регенерацию тканей, уменьшают оттек и воспаление, подавляют рост вредных бактерий в ранах. Ученые предполагают, что подобные целебные свойства позволяют быстро устранить симптомы геморроя или анальных трещин. Согласно исследованиям ученых из Индии, растение значительно ускоряет заживление раненых дефектов и способствует быстрому устранению открытых ран при геморрое. Шестое. Оказывает спазмолитическое действие. Сотрудники Университета Агахана Пакистан выявили, что растение эффективно устраняет спазмы гладкой мускулатуры желудка и прочих отделов пищеварительной системы – матки. Эффект основан на увеличении притока артериальной крови и нормализации обменных процессов в мышечных тканях. Ученые рекомендуют заваривать цветки и листья бархатцев и принимать в виде чая для облегчения в воспалительных заболеваниях поджелудочной железы, желчного пузыря, предстательной железы и колития. При заболеваниях печени можно втирать гели или мази в живот. Они проникают в напряженные мышцы через толщу кожи. Седьмое. Борются с паразитами. Еще в 20 веке ученые доказали способность активных компонентов чернобривцев. При этом растения можно использовать внутрь, местно, а также удобрять ими посевы в саду, на которых могут присутствовать возбудители. Инвазии глистов могут причинить значимый вред организму от небольших расстройств, таких как запор, метеоризм, диарея, до нарушения всасывания витаминов и минералов и острой кишечной непроходимости. Вред и противопоказания. Хотя бархатцы обычно не вызывают побочных эффектов, в особых случаях они могут нанести вред здоровью. В единочных случаях могут иметь место усиление действия седативных препаратов. Совместный прием средств на основе бархатцев с клонозепамом, ларозепамом, залпидемом, фенобропиталом повышает формологический эффект, то есть сонливость и апатию. Диспептические расстройства при приеме в больших дозах растения может спровоцировать раздражение слизистых ополочек желудка. Это проявляется в виде болей в эпигастреальной области, изжоги, тошноты, отравления. При недостаточной функции печени или почек активные компоненты накапливаются в организме и могут привести к интоксикации. Головные боли, слабость, сонливость, рвота. Аллергические реакции. Аллергия может возникнуть при повышенной чувствительности организма к амброзии, ромашке, хризантеме. Аллергопатологии. Как правило, протекают в легкой форме. Раздражение слизистых ополочек, крапивница, зуд. У мужчин аллергия, как правило, протекает тяжелее, чем у женщин. Бархатцы не рекомендуется использовать беременным и кормящим грудью женщинам. Давать детям в первый лет жизни. Основанная причина отсутствия достаточного объема клинических исследований, свидетельствующих о полной безопасности. Применение в народной медицине. Народные средства на основе бархатцев применяются для облегчения самых распространенных заболеваний. Рассмотрим ключевые показания. При простуде чай и слабые настои на основе лекарственного растения снижают температуру тела, облегчают отхождение мокроты, быстро устраняют сухой кашель при бронхите, копируют боли в горле. При сахарном диабете бархатцы имеют в составе ряд антиоксидантов и противовоспалительных веществ, которые снижают резистентность мышечных и жировых тканей к инсулину. Растения рекомендуется использовать вместе с медикаментами для уменьшения их дозы при запорах. Чай из бархатцев нормализирует моторно-эволюционную функцию кишечника, купирует спазмы толстого кишечника. В результате каловые массы выводятся в полном объеме и своевременно. Для здоровья суставов. Насыщенный настой эффективно купирует боли при артрозе и артрите, вне зависимости от этиологии, улучшая качество жизни. При повышенном давлении. Смесь травы бархатцев, календулы и перечной мяты в народной медицине применяют для снижения давления при гипертонии. Состав оказывает выраженный гипотензивный эффект в течение нескольких часов после приема. От кишечных паразитов. Для уничтожения остриц и круглых червей в кишечнике рекомендуется принимать цветки бархатца в чистом виде. 2-3 штуки в день. А также чай из листьев и коловок. Для зрения и глаз. Народная медицина предлагает лечение отваром цветков чернобривцев таких заболеваний, как глаукома и катаракта. Однако доказательная база имеет сведения пользы растения только при инфекционных поражениях органов зрения. Заключение. Бархатцы – это ценное садовое и лекарственное растение, насыщенное противовоспалительными и антиоксидантными компонентами. Оно широко применяется в народной медицине и косметологии, имеет под собой доказательную базу. Растение имеет ряд противопоказаний, поэтому к рецептам народной медицины без консультации врача следует относиться с особой осторожностью. Они могут быть опасны для беременных женщин и маленьких детей. Редактор субтитров А.Семкин